И рыбку съесть, и под лед не провалиться. С появлением первого льда на водоемах области прибавилась работа у инспекторов ГИМС. Чтобы предупредить легкомысленных рыбаков об угрозе под ногами, инспекторам регулярно приходится выходить в рейды с листовками и профилактическими беседами. Но большинство людей на льду вместо того, чтобы прислушаться к специалистам, начинают спорить. Там уже сколько сантиметров? 10, наверное, 12. 5 сантиметров там, по-моему, уже. В соответствии с правилами, утвержденными в постановлении правительства Ивановской области, до 7 сантиметров. После 7 сантиметров лед считается безопасным. Не весь лед одинаково опасен, но есть условия, при которых ни в коем случае нельзя выходить на замерзшую поверхность. Такие места, это любой водоем, где существует сброс теплой воды, как, например, в районе ТЭЦ-2 на Суворова. Также, где впадают различные ручьи, водоемы, где определенная растительность у водоема, которая также мешает остановиться ледовому покрову. Ну и различные такие моменты, где как бы сам человек должен уже предугадать, что здесь лед может быть опасен. Большинство рыбаков не новички, правила безопасности знают. Многие выучили их ценой собственных ошибок. Некоторые рыбачат подвое, чтобы в случае чего страховать друг друга, иные приходят на клевое место с индивидуальными средствами спасения. Не обязательно иметь специальные приспособления. В случае провала выручит и обычная веревка, или даже шарф. Главное не паниковать. Если поблизости никого нет, выбраться из ледяной воды самостоятельно вполне реально. Вот ногами упирается он в кромку льда, начинает отползать по тем следам, которые шел. Конечно, главное не испытывать судьбу. Помнить правила и быть крайне внимательным. И не надеяться на один лишь опыт. От ошибки на льду не застрахован даже видавший вид рыбак, особенно когда азарт захлестывает и мешает трезво мыслить. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.